Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал! Я сегодня привела в замок Святого Ангела своего племянника и решила еще раз показать вам одну из главных достопримечательностей Рима. Если вы еще думаете над тем, идти вам или нет в замок Святого Ангела, то ответ однозначный – конечно, идти. И если вы будете в Риме до 4 июля 2019 года, то у вас будет возможность купить билет всего за 5 евро. Цена билета по такой цене будет доступна только с 9 до 11 утра. Все остальное время цена билета – 14 евро. Это один из бастионов. Пройдя через главный вход, мы попадаем в так называемый круглый коридор, который был построен в конце XIV века. Чтобы повысить оборонительную систему замка, в это же время были построены 4 угловых бастиона. Мавзолей Адриана, или как мы привыкли его называть замок Святого Ангела, был задуман императором Адрианом еще при его жизни в 135 году. И в этом нет ничего удивительного. Большинство правителей Древнего Рима заботились о создании таких сооружений задолго до смерти. А этот мавзолей Адриана должен был затмить своей красотой и роскошью уже существующий мавзолей Августа, который находится на Марсовом поле. И вплоть до 211 года в мавзолее Адриана были захоронены члены императорской семьи. В V веке мавзолей Адриана превращается в военное укрепление. Во времена нашествия готов большая часть украшений, урн и статуй были украдены и разрушены. Сегодня мы называем это здание замком Святого Ангела, но мало кто из вас знает, что именно с 6 века мавзолей Адриана начал носить название замок Святого Ангела. Существует легенда, папа Григорий Великий решил совершить крестный ход для исцеления римлян от чумы. И во время шествия, когда вся процессия шла по мосту, который сейчас называется мост Святого Ангела, на крыше мавзолея Адриана появился ангел. Он вложил свой меч в ножны, символизируя этим спасение от чумы. Люди приняли его за архангела Михаила. Из тех времен мавзолей Адриана переименовали в замок Святого Ангела. Мы вышли во дворик, который называется Двор Ангела. В центре двора находится статуя Архангела Михаила. В этом дворике много разнообразных дверей. К сожалению, не во все двери можно войти и не все залы посмотреть. В некоторые залы можно попасть только с групповой экскурсией, а некоторые залы сейчас закрыты на плановую реставрацию. Мост Святого Ангела. Но ангелы на мосту появились только к середине 17 века. Еще один бастион и вид на собор Святого Петра. Это нестертый временем герб. Солдаты Наполеона удаляли со зданий любые символы папской власти. В 13 веке папа Николай III соединил замок Святого Ангела с базиликой Святого Петра, построив стену, внутри которой был сделан коридор. И в это время замок стали использовать как убежище для пап. И логично, конечно же, если замок Святого Ангела стал убежищем для пап, нужно было переделать залы, украсить их фресками. И к замку также были пристроены лоджии. Прекрасный вид на собор Святого Петра и хорошо видна стена с коридором, по которому папы во время опасности перебегали в замок Святого Ангела. Ее называют Пассетто. На этом этаже находится не только бар, но и оружейная палата. В четырех комнатах оружейной палаты представлена лишь небольшая подборка образцов коллекции оружия, доспехов и военных памятных вещей, принадлежащих музею. Из окна видна скульптура Архангела Михаила. Очень длинная и разнообразная история этого здания, запутанная как сложный лабиринт. Когда-то это здание было построено как гробница императора, потом служила как защитная крепость, резиденция римских пап, тюрьма, казарма и склад. Теперь вот музей. Во времена каждого витка истории здесь что-то достраивали, что-то сносили. Но сейчас мы видим замок Святого Ангела с историческими наслоениями символов этих эпох. И зная немного истории, можем самостоятельно прочитать по символам и герба, что когда пристраивалось и когда создавались великолепные фрески. Я однозначно советую вам побывать в замке Святого Ангела. Прогуляйтесь по лабиринтам замка и перенеситесь в прошлые века. А поднявшись на террасу, вы сможете полюбоваться захватывающим видом на современный город. При выходе из замка Святого Ангела вы также можете прогуляться по парку Адриана. Великолепная лоджия Павла Третьего Круговой коридор вокруг замка Святого Ангела, а это Бюст Адриана, который до сих пор наблюдает за жизнью своего мавзолея. Во второй половине 17 века папа Урбан VIII уничтожил большую часть построек 15-16 века, чтобы создать новые защитные стены и укрепления. Ну а в 1667 году мост Святого Ангела, ведущий к замку, начали украшать статуями ангелов. Но мы к нему еще вернемся. А это, ребята, великолепнейшая лоджия Юлия II. Лоджия с видом на Тибор, с которой открывается один из самых запоминающихся видов на Рим и который является официальным входом в зал Паулины, украшенный фресками. Удивительно красивый вид отсюда, посмотрите. Великолепный зал Паулины. Он был украшен фресками в 16 веке и в те времена здесь принимали важных гостей и послов. Зал очень интересный и красивый. Его надо рассматривать и, поверьте, вы задержитесь здесь надолго. А мы пошли дальше и попали в зал Амура и Психеи. Посмотрите, какой красивый потолок. Возвращаемся мы опять через зал Паулины. Но я еще решила немного снять для вас. Вы только посмотрите, какая красота окружает нас. Этот зал так понравился моему племяннику, что он фотографировал чуть ли не каждый сюжет фресок, чтобы потом рассмотреть дома. Вот так, ребята. Это наше новое поколение. И хочу сказать, что это один из моих племянников, который постоянно просит сводить его в интересные места. Сегодня мы в замке Святого Ангела, а скоро я поведу его в галерею Бургези. Он хочет посмотреть работы мастера Бернини. Специально оставляют места без штукатурки, чтобы показать, из чего сделано здание и какая была кладка. Не везде было хорошее освещение для съемок, и поэтому я пропустила несколько залов. Тем временем мы подошли к самой высокой точке замка Святого Ангела. Сейчас мы поднимемся по этой узкой лестнице и окажемся на смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на Рим. Температура в Риме в этот день была плюс 35 градусов. Внутри замка было прохладно. Невыносимую жару мы почувствовали только наверху смотровой площадки. Вот отсюда мы поднялись на смотровую площадку. Мы с большим удовольствием прогулялись по замку, а сейчас направляемся к выходу. При выходе вы увидите макет. Вот таким был мавзолей Адриана в начале. И потом еще несколько макетов нашли. Макеты как раз тех периодов, когда пересекали. Перестраивали замок Святого Ангела. Там можно рассмотреть все тонкости перестройки. Вот из этой двери мы вышли и попали в парк Адриана. Я советую вам прогуляться по этому парку и немного отдохнуть в тени деревьев. В течение двух лет Бернини и его ученики выполняли 10 скульптур ангелов, которые охраняют и украшают мост и в наше время. Вот и закончилась наша небольшая прогулка. Мы уже направляемся к метро. А на этом я хочу попрощаться с вами, дорогие мои друзья. Хочется надеяться, что видео вам понравилось и было полезным. До новых видео, друзья! А следующее видео будет опять с района Трастевери. С вами была Тати Рома и Рим Онлайн. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok